Все, значит, дорогие друзья, мы продолжаем изучать притчи, притчи царя Соломона и тема женщин затронула, я смотрю, всех очень сильно. Значит, это, я помню, у Высоцкого была песня, как он ехал за границу, и его инструктировали, что там шпионки с крепким телом, ты в дверь, они в окно. Говорит, что с этим делом мы закончили давно, будут что-то, водку предлагают, отвечай, нет, ребята, демократы, только чай, от подарков их сурово отвернись, мол, у самих добра такого завались. Значит, мы продолжаем, дорогие друзья, продолжаем изучать седьмую главу, мы сегодня с Божьей помощью с ней закончим. Возникает вопрос, вот у меня тоже возник вопрос такой, почему царь Соломон пишет только для мужчин, что женщины совращают мужчин, и не пишет наоборот, бывает же и наоборот. Значит, интересно, что его позиция такая, в Каэлит, в Экклезиасте, он говорит так, что Бог сделал человека прямым, в Эмма они, бекшухи, жбанот, рабим. Когда они стали вдвоем, они начали выдумывать, вот после того, как появилась женщина, они начали грешить. То есть, если мы посмотрим на Тору, да, развитие, как все развивалось, то Бог создал Адам Решона, первого человека, потом создал ему женщину и назвал ее в Торе Эзер Кенекдо, помощник против него. И потом, когда он назвал ее помощник против него, и мы знаем, дальше разворачивалась вся история со змеем, который змей понял, что напрямую он не сможет человека заставить поступить против Бога, и он начал действовать через женщину. И получается, что женщина, она является, ну, как бы, как сказать, вот этот вот, ну, еще раз, во-первых, женщины, они меньше обязаны соблюдать заповеди. Это у них есть, конечно, у женщины свободное соблюдение заповедей, связанных со временем. И женщины не обязаны изучать Тору. Женщина, она является, ее функционал, он в Торе указан, Эзер Кенекдо, помощник против него. То есть, женщина, она, для мужчины, она является помощником. Все-таки, как тут ни крути, я за равенство, я тоже феминист, я известный феминист очень, и этот самый просто, ну, как бы, вообще, я такой же феминист, как и вегетарианец, я по убеждениям феминист и вегетарианец, на мясо кушаю. Да, так, и феминист я тоже, по убеждениям. Значит, но по факту, по факту, если мы посмотрим, если мы идем, не по факту, если мы идем по линии Торы, то вначале Бог создал первого человека, а потом создал женщину Эзер Кенекдо, помощник против него. И поэтому царь Соломон, он рассматривает женщину тоже в этой же концепции, что она для мужчины или она помощник, и он заканчивает последняя глава, последняя глава в притчах, 31 глава, мы с Божьей помощью к ней к концу года дойдем, но там он как раз воспевает женщину, как венец творения, это конец, окончание всей книги Мишли. Там написано, что «Эшет хаэль миемца, кто найдет доблестную жену, варахок ми пнини ми хра». Ее цена, ее ценность выше, чем ценность жемчугов. Он заканчивает притчи вообще, чтобы было понятно, что он не против женщин, что женщина, которая боится Бога, ну которая богобоязненная, которая религиозная, и Тит-Алаль, она будет прославляема навечно, навечно, то есть она как бы венец творения. Но по ходу он сейчас рассматривает другой типа женщин, которые именно, она совращает мужчину. И если мужчина сумел с этим справиться, с этим справиться очень нелегко, потому что это самый сильный ецерара, ну то, что ецерара злое начало инстинктивное, то есть это самое сильное, что ведет человека к козлу, и справиться с этим очень тяжело. Поэтому сейчас мы разбираем все уловки вот этой женщины, которая не очень хорошая, а в конце мы разберем, что такое женщина очень хорошая в конце притчи, в 31 главе, там полностью все характеристики женщины, которая очень хорошая. Так, двигаемся дальше. Значит, сейчас мы находимся в 23 отрывок 7 главы, и я размещу, с Божьей помощью размещу перевод всех отрывков, вот сегодня с Божьей помощью, блин, Эдер, да, без обеда, но постараюсь. Значит, 23 отрывок, смотрим 23 отрывок, давайте так сделаем, чтобы вот так вот было. Атефла хецкведо, значит, покаместь не попадет стрела в его печень, он начинает. В общем, до этого было, что он за ней идет как бык на заклание, и, значит, идет он как к наказанию, это он, когда она уже его совратила, он идет в этом направлении. Дальше, до какого момента он идет, покаместь не попадет стрела в его печень. Сейчас будет все понятно, что такое, пока не попадет стрела в его печень. Кимаэр цепор эль пах, как спешит птичка в ловушку, в ло яда кибы навшо у, и не знает он, что по его душу пришли. Пришли по его душу. Значит, что имеется здесь в виду? Значит, вначале все происходит, она ему там заезжает с хорошими, там, вот, я жертву принесла, пойдем посидим, чаю попьем, в театр сходим, там и так далее. Потом, значит, она его уже заманивает, вот кровать, вот ковры постелила, все такое. А потом, все это происходит, она его заманивает до момента, пока не попадет стрела в его печень. Когда стрела попала в его печень, имеется в виду, печень это место, где вырабатывается кровь, и где вот эта вот животная душа человека, его инстинктивная душа, это центральное место, где, как бы, сконцентрирована животная душа человека, Вот это инстинктивная животная душа. И интересно, что есть такая аббревиатура Мелых. Мелых это царь. Ну, как бы переводится. Мелых это царь. Когда у человека М это Моах, интеллект на первом месте, Лев эмоции на втором месте, и Кав это Кавет на третьем месте, он царь. То есть так, печень на третьем месте, Кавет, да. То есть он царь. Что значит он царь? Вот так должно быть. У него управляет всем интеллект. А если у него Кавет на первом месте, потом идут эмоции, а потом идет интеллект. То есть интеллект теряет свою управляющую роль. Если наоборот читаете это слово, Клум. Клум это ничего, никто. То есть он перестает быть человеком. Он не то, что не царь, он даже не человек. И потом наступает момент, когда у него планка падает, у него включаются инстинкты. И тогда уже не надо ей его совращать. Он начинает за ней бегать, он начинает там, теряет голову. У него просто, ну все, планка упала. И, то есть она его совращает до момента, пока не попадет ее стрела ему в печень. Дальше у него уже, значит, вся кровь от головы отлила к другому месту. И, значит, и он спешит за ней, как птица в ловушку. Как птицы в ловушку, как ловили птиц в то время, это очень часто метафору он использует. Берут коробочку, ставят на палочку или сеть подвешивают, сыпят хлеб. Птицы туда слетаются, потом палочку выбивают, сеть падает или коробка. О, птицы поймались. То есть, когда он уже за ней побежал, все, он спешит за ней, как птица, которая идет в ловушку. И не знает он, что за его душу она пришла. То есть у него вот это вот, когда у человека есть вот эта животная душа, которая его наполняет тело, да, его инстинктивная душа. Это просто животная душа. Есть у него намерение, это его желание, это то, куда он направляет свое намерение, да, рацион. То есть у человека все движение происходит, вот хочу, и у него куда внимание пошло, туда, значит, его тело и повернулось. И есть Нешама, высшая, да, божественная душа. И есть интеллект, цехель, который как компьютер, который надет на голову, и в который запрограммированы все картинки этого мира, как все работает, слова, картинки и так далее. И человек все время находится в состоянии выбора, куда, значит, что делать-то, да, постоянный выбор. То есть тело его запрограммировано стремиться к выживанию и к размножению. Намерение, оно, это как флюдер такое, который, внимание, который куда ты его направишь, туда энергия пойдет. Вот интеллект, он, в нем записаны картины мира, и, то есть у человека появляется желание какое-то, у него внимание пошло в том направлении, и интеллект подсказывает ему, как реализовать его желание. То есть вот человек хочет там покушать, у него сразу идет меню в голове такое, знаешь, открывается, меню, где еда. И причем мозг так запрограммирован, что вот я, например, знаю, где сейчас в мараше хранится еда. Потому что я видел пару раз, где она хранится, и если я бы захотел кушать, у меня мой мозг сразу не раскадровка, знаю, где еда, где алкоголь, где там, все знаю, вплоть до зубочисток. Все это самое. Теперь дальше. А потом я захотел, например, там что-то другое, и у меня мозг, он мне сразу подготавливает меню, куда двигаться, и запрограммировано тело уже, куда двигаться. Так вот, значит, вот это вот животная душа, если ее все время двигать в Бейт-Медраж, учить Тору, если намерение человека, он выучил Тору, он запрограммировал интеллект заповедями, да, он знает, где божественные заповеди, и у него есть намерение приблизиться к Богу, у него есть намерение перейти на следующий уровень в своем развитии духовном, и вообще уйти в вечную жизнь, да, потом, то у него, значит, есть намерение, у него раскадровка ему дает заповеди Торы, что делать, и если он это делает, то его вот эта вот животная душа, которая наполняет его тело, она перепрограммируется, и она переходит на более духовные уровни высоте. И таким образом в течение, там, жизни, если человек выполняет митцвод, то его вот эта вот животная душа, она перепрограммируется на духовный уровень, и когда тело отмирает, вот это вот как голограмма, она поднимается наверх и уходит наверх в духовные уровни. Если же человек свою животную душу все время использовал только для того, чтобы пожрать, поспать, там, ну и так далее, то, в принципе, у него нет никакой связи с духовным миром вообще, ноль. И когда он умирает, его интеллект в этот момент так, ну, вся эта раскадровочка, и она просыпается. Поэтому, в принципе, смысл служения Богу, изучения Торы и того, что мы делаем, это поднять свою интеллектуальную составляющую, а вместе с ней, только через выполнение заповедей, и тело свое поднять на следующий духовный уровень. Вот зачем это все происходит. Два четвертый отрывок, говорит царь Соломон следующее. Ваатабаним Шимули. Он говорит, а теперь, сыновья, послушайте меня. Ваакшиву лиамрейпи. И прислушайтесь к словам моего рта. Значит, что значит, почему такая разница? Сыновья, послушайте меня. И прислушайтесь к словам моего рта. Значит, объясняют нам Алдин, что Шиму, вот когда мы говорим, шма Исраэль, да, услышь Израиль. Или есть такое слово, когда Бог давал Тору, евреям, то они сказали, наосевы нишма, сделаем, а потом послушаем. Наосевы нишма. Так вот, значит, Шимули, послушай, это другое значение этого слова, пойми. И он говорит, послушайте меня, поймите, вникните в то, что я рассказываю. То есть, ну, поймите, да, осознайте. А потом Акшиву пи, Акшиву лиамрейпи, а потом просто слышьте меня, слышьте слова мои. То есть, Тора состоит из вещей понятных и непонятных. То есть, причем, заповеди, если глубоко копнуть, они непонятные. То есть, совершенно непонятно, как оно работает. Совершенно непонятно, почему, если я весь год кушаю хлеб, и я выполняю заповедь кушания хлеба, когда его кушаю, то вдруг есть 7 дней в году, когда я съедаю тот же самый хлеб, моя душа отсекается от, ну, все, то есть, все, сгорели все баллы, гейм-овер. Да, как так, почему? Или, например, совершенно непонятно, почему 6 дней работай, а 7-й день не работай. Вообще непонятно. И непонятнее еще, почему какие-то виды действий называются работа. Если я шкафы по квартире ношу, я не работаю по своей квартире. А если я вынес платочек носовой на улицу, это работа, и опять все баллы сгорели. То есть, Тора, это непонятно. Но как, так в этом весь и прикол. Если бы все было совсем понятно, не было бы никакой здесь игры, никакого не было бы здесь интереса. И он говорит, вначале тишму, послушайте, вдумайтесь, то есть, все равно человек живет, он живет в каких-то схемах, он зачем-то бегает все время, он к чему-то стремится. Он говорит, послушайте, разберитесь, как работает мир вообще, взгляните на вещи глобально. И когда вы поймете, тогда уже, ну, слушайте и делайте. Это вот то, что он имел в виду, когда говорил, вначале, сыновья, послушайте меня, а потом Акшиву Леймрейпи, а потом прислушайтесь к словам, ну, уже то, что я скажу, делайте. Двадцать пятый отрывок. Он говорит, не разрешай своему, в общем, не ходи по ее путям, и даже на ее тропиночки не заходи. Что имеется в виду? Значит, как мы уже знаем, путь это широкий путь. На всех путях познавай Бога. И он твои тропиночки выпрямит. Значит, найти вот это тропиночки, Архим это тропиночки, а дырак это путь большой. Значит, он говорит, на ее путях вообще не ходи и убери с ее путей сердце свое и не думай. То есть здесь, как начинаются все проблемы с женщинами. Он, значит, на нее посмотрел раз, второй, потом начинает про нее думать. И, в принципе, у него контакта с ней живой уже нет. Вот все эти влюбленности, там вся эта штука, это человек сам себе в голове накручивает себя, накручивает себя, накручивает. Какая она прекрасная, как она на меня посмотрела. То есть он себе в голове рисует иллюзию, вот эту вот иллюзию. Там Ромео и Джульетта, возьмем, известную историю. Значит, они там где-то увиделись пару раз, словами перекинулись, потом им запретили общаться. И вот они каждый себе накручивает, жить без нее не могу, она там жить без него не могу. Все, давай, значит, убьемся вместе. Давай убьемся. Классно. Раз мы уже не можем быть вместе, так давай мы убьемся. О, крутая история вообще, вот это любовь, вообще все. И потом годами давай тиражировать этот бред вообще, бредятина полнейшая, что вот они молодые, нам лучше умереть, чем жить, значит, друг без друга. И люди насмотрятся этой фигни, да, и значит, с детства, когда у них психика еще неустойчивая, и давай это все тиражировать. Вот у меня такая любовь, я от него вообще там без ума, без ума. Правильно, вот так и говорят, без ума, это именно без ума, прямым текстом, да. И нас царь Соломон предупреждает, вы убери из своего сердца весь этот бред, да. То есть не, если эта женщина тебе не подходит, она тебе запрещена, не думай про нее, думай про другое. Думай про Тору, учись, работай, учи английский. Там, зачем тебе думают про женщину, которая тебе не подходит, зачем, незачем. Значит, и даже на ее, на Тивате, на ее тропиночки даже не заходи. То есть не смотри Инстаграм, не смотри Фейсбук, не рассматривай там какие-то рекламы телевизионные, да. Не смотри телевизор. Если там все женщины, которые тебе не нужны. Вот мог бы и мужчина, например, да, если были мужчины, слушали царя Соломона. Значит, нормальный мужчина, он поучил Тору, поучил профессию, поработал, поучил Тору, попросил, поучил профессию, поработал. Ему 22 года, например, да. Он 22 года уже такой работяга, умный, собранный, сконцентрированный. А у него же инстинкты, тело, все. Ему, значит, родители нашли невесту. Хорошая невеста, дочка соседа. Подходит, ну там рядом живет, все, недалеко не надо ходить. Все, значит, а он никаких, он не смотрит рекламу, он не видел Анжелину Джоули, он не видел никаких там этих самых. Он просто работает и учится. Теперь ему показали эту соседку, ну, которая ему подходит по возрасту, по размеру и по диаграфе, она рядом живет. Все, ему никому кроме нее не надо. Он тут же на нее женился, женился, дети. А так как он, ну, воспитан, обучен, что надо воспитывать детей, надо жену любить, у них каждый день цветы, она ему каждый день борщ, у них каждый день цветы, она ему пирожки, значит. И у них любовь, идиллия, хорошая семья, суббота, праздник, дети, пошли помолились, все. То есть он предупреждает, вот я считаю, этот пасук надо распространять, этот отрывок везде. Не, значит, не ходи по ее путям. То есть не, из сердца убери, вернее, вот этих женщин всех запрещенных, и даже на ее тропинте не заходи. 26 отрывок Тирабим, Халалим и Пила. Что много трупов она уже оставила, знаете, как это самое. Мадам, не говорите о любви, ведь вы троих мужей похоронили. Оконцы и браслеты все в крови, любовников тех, что вы отравили, да. Значит, вот эти все женщины, которые являются символами красоты. Посмотрите на всех этих, ну там, Красная дорожка, Каннский фестиваль, та же Анжелина Джоули. Там пять мужей брошенных, дети все без отцовщины. Они все вот эти вот символы красоты, символы любви. Они, в принципе, все, ну, прожили совершенно, ну, прошли через там сотни людей, ну, людей, наверное, ну, наверняка все эти, те, которых сейчас тиражируют, как символов красоты. И, в принципе, они глубоко несчастные люди в семье, в отношениях, все. А их ставят как, вау, посмотрите, какая она крутая там. Ну, я даже не знаю, кого они делают сейчас крутыми. Ну, я просто не смотрю, стараюсь вообще не смотреть на женщин, кроме своей жены, я вообще не смотрю. Ну, потому что, ну, вот смысл, все же все объяснено. Так вот, они все предупреждают царь Соломон, что они много трупов, они оставили. И очень много, и ее жертвы, они просто, они очень многочисленные, ее жертвы. То есть, все вот эти вот женщины, они очень много людей сделали несчастными. Значит, и последний отрывок в 27 главе, может быть, что-то позитивное здесь есть. Даркейш Ольбейта. Нет, значит, заканчивает он так, что пути в Мадилу, в общем, путь в ее направлении, это путь в Мадилу. Ярдот Эль Хадрей Мавет. И те, кто по нему идут, они спускаются в комнаты смерти. То есть, все вот это вот то, что нас предупредил Шлома о мылах, что мужчины не должны смотреть на запрещенных женщин. Тогда они будут смотреть на разрешенных женщин. Тогда приличные женщины не будут. То есть, в этом соревновании с запрещенными женщинами выиграть нельзя. Потому что нормальная, скромная, честная, порядочная женщина, немного полная, например, да, она, естественно, проигрывает моделям, которые только и занимаются тем, что стараются себя подготовить для внешнего впечатления на мужчин. И те мужчины, которые на это ведутся, на внешнее впечатление, и они не понимают, что жить не с внешностью, а жить с человеком, то они остаются несчастными, потому что у них нет ни людей, ну, ни семьи, никого. И женщины остаются нормальные несчастными, которые пытаются идти по правильному пути и быть порядочными. И, как в конце сказал царь Соломон Шлома Мелак, в конце, в последней главе, где он описывает, какой должна быть настоящая женщина. Там есть список, список прям конкретный. Он говорит, что, такую вещь он говорит там в конце, что шекер ахен в эвэляйофи, что обманет миловидность, и как пару идет красота. И шайерат ашем, а женщина, у которой есть страх перед Богом, и тит алаль, она будет прославляема навечно. То есть, это самая важная порядочность, религиозность, такая, ну, вот, именно порядочность, да, настоящая. Это самое важное качество. Все, дорогие друзья, я, значит, делаю какой вывод, что надо конкретно, вот, шмиратый нам, закрыть глаза, вообще не смотреть ни на кого, на запрещенных женщин. Это первый мой вывод. Второй вывод мой такой, что, что, второй вывод мой лично такой, что ни на кого смотреть нельзя, что это опасно, реально опасно. И что еще, какой вывод отсюда можно? Ну, в принципе, он эту мысль углублял, углублял, доказывал, объяснял, и, в принципе, трупов много за ней. И главное, ну, все, в принципе, это все он говорил об одном и том же, потому что это, видно, очень важная тема. Как жениться? Я сейчас начал писать советы Любавичского Рэба, как найти себе хорошую пару, и потом дальше, как создавать семью. Есть Любавичский Рэба, есть его книга писем, где он писал ответы на вопросы. Все, что касается семьи, вот, ну, сейчас начало это, как искать. Я начал на своей странице в Фейсбуке, да, на моей личной странице писать по всем его советам, буду стараться каждый день. Я их интерпретирую, чтобы они всем подходили, потому что он, как бы, обращается к очень, ну, к религиозным людям, для кого главное это стора, служение Богу. Но я сейчас пытаюсь это переинтерпретировать на, на уже, да, на общечеловеческий такие, ну, вот, обычный формат для людей, которые просто верят в Бога, но они не являются профессионалами, такие любители. Физкультурники в служении Богу, то есть есть профессионалы, те, которые все соблюдают, а есть любители. Так что заходите ко мне на страницу, и это очень важная заповедь создавать семьи, помогать людям, укреплять семьи. И мы сейчас будем этим вот заниматься, с Божьей помощью, чтобы все было хорошо. Все, хорошего дня, пишите свои выводы для того, чтобы запомнить свои выводы, это очень важно. Вначале сделать резюме, а потом его записать, иначе не запоминается. Все, удачи, успехов, прекрасного дня, пока.